В пятницу весь день отмечают 30-летие спорткомплекса «Опель». Тут провели сегодня турниры по баскетболу, плаванию, тэквондо. И вот открытое детское первенство края по художественной гимнастике. Распахнуло двери для 300 иркутских девочек, саратовских, подольских и ёжкарала тоже здесь. Турниров хватает, но тренеры хотят посмотреть, как на других коврах держатся психологически и их воспитанницы. Другая обстановка, другие судьи – не мелочь, а фактор. Соревнование закончится через два дня. Нужно тонко чувствовать ребенка, где можно, как сказать, и кнутом, и пряником все-таки. Но порой мы уже находимся здесь и работаем с детьми так много, что мы уже как семья. Поэтому я всегда своим детям говорю, я вам вторая мама. В двухстах метрах от спорткомплекса «Опь» другой турнир по гимнастике – чемпионат по линии общества «Спартак». Взрослые девушки из Москвы, Питера редко роняют предметы. А выступать без них уже не принято в таком возрасте. И эти соревнования завершатся после выходных. Итоги мы сообщим на следующей неделе. У меня мечта стать, конечно, мастером спорта. Достичь ее надо так, чтобы хорошо тренироваться, слушать тренера, замечания все и стараться. Бывает, когда неохота слушать тренера? Ну, нет, нет, не бывает. Просто надо как бы вникнуть в то, что говорит тренер, и стараться исправить это. Тогда можно чего-то добиться. Много сил потребуется волейбольной команде университет, чтобы через неделю отстоять свое уютное второе место на втором финальном туре в Казани. Наши только вернулись из Дагестана, где на игры одноименной команды приходил полный зал болельщиков и даже президент их республики. В ряд со всеми министрами и автоматчиками в охране. У них есть новехонький дворец спорта на пять тысяч мест, но встречи финала проходили в другом, попроще. Они решили играть в этом зале, потому что этот зал будет неудобный для всех команд. Они тренируются в этом зале. Я бы хотел, конечно, чтобы сохранился тот настрой у команды. Все-таки мы показали там отдельный матч, очень хороший. То есть мы до последнего дня занимали первое место, если вы таблицы смотрели. Юрий Борнес, Павел Лауронин, информационный канал город.